Я думаю, давно надо было активизировать нашу дипломатическую деятельность в направлении Греции, в направлении Кипра. Конечно, это греческое направление в целом. Я думаю, тут у нас есть хорошие перспективы и в экономической области, и в политической, и, как вы уже отметили, в военной тоже. Все-таки Греция является членом НАТО, а для нас надо сотрудничать с военно-политическим союзом НАТО в лице Греции. Это, я думаю, будет дополнительным вкладом в общую дипломатическую деятельность Армении, активизация нашей дипломатической деятельности в отношении Греции. Греция является членом НАТО, как и Турция является членом НАТО, так что они члены одной военно-политической группировки, одного военно-политического союза, а Армения не является членом НАТО. Так что тут надо быть, конечно, осторожно подходить к этому вопросу, то есть координации наших действий с Грецией в вопросе, в турецком факторе. Но в целом, я думаю, конечно, надо проводить консультации, широкие консультации по самым различным вопросам регионального развития, международным вопросам, я имею в виду армяно-греческие, в том числе. И, конечно, надо оценивать, анализировать фактор Турции, который, мы видим, является важным фактором, который носит угрожающий характер как для Греции, так и для Армении. Тут надо, я думаю, попытаться выйти на новый уровень армяно-греческих отношений, который предполагает более такое широкое дипломатическое сотрудничество. В какой-то степени надо, конечно, уже институционально подходить к нашему сотрудничеству в области дипломатической. Я имею в виду создание, скажем, постоянно действующего совета по координации внешней политики между Арменией и Грецией. Почему нет? Почему можно попытаться идти в этом направлении? Тут, как я уже сказал, открывается большое поле для нашей дипломатии. Я думаю, если мы, когда мы имеем дело с Турцией, с таким государством, как Турция, которая не только использует широкие возможности дипломатии для оказания давления на своих соседей, будь то Армении или будь то Греции, но и Ренат уже угрожает прямым применением военной силы, как это произошло, как это происходит в отношении Армении, Греции. А в отношении Армении и Турции в ходе 44-го дневной войны она уже фактически принимала участие. Она поставляла не только вооружение, современное вооружение Азербайджана, но и турецкие инструкторы находились в составе азербайджанской армии, руководили военными действиями Азербайджана. Турция поставляла Азербайджану наемников, джихадистов с Ближнего Востока. То есть она действовала так, как фактически сторона вот этого вооруженного конфликта, войны против Азербайджана, против Армении. Так что Турция не превоскует и участвует тоже в военных действиях против своих соседних государств, в данном случае против Армении. Конечно, в отношении Греции руки Турции связаны. Все-таки они являются, как я уже отметил, членами одного военно-политического блока. Кроме того, Соединенные Штаты в последнее время, как можно судить по сообщениям прессы, оказывают довольно серьезное содействие Греции в военной области. Сейчас идет процесс учреждения новых военных баз Соединенных Штатов, совместных с Грецией на территории Греции. От 3 до 9 баз, вот такие цифры называются, конечно, все это сообщение прессы, которое надо проверить. Но тем не менее, то есть Греция находится более в убитном положении по отношению к турецкой опасности, к турецкой угрозе, чем Армении. Но нормальные дипломатические отношения, они не являются гарантией от турецкой угрозы, потому что Турция может и в этом случае представлять угрозу, как мы видим на примере Греции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова